можно ли все волосы с боков сзади пересадить наверх давайте сегодня поговорим об этом это такой вот вопрос несколько раз его уже ребята задавали в telegram канале также напоминаю о том что есть телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии первом закрепленном комментарии там же есть ссылка на сайт там же есть мои контакты на сайте ватсап telegram бесплатные консультации платные услуги немного я уже как бы об этом говорил свою позицию свое видение что если пересадить все волосы по бокам и сзади наверх то есть для чего это делать конечно у нас донорский материал всегда рассматривается в пропорциях комфортных к пропорциях чтобы для пересадки наверх чтобы как бы и вид не изменился к худшему да ну вот этой вот нашей боковой и дона и задней части донорской и равномерно распределить да вот эти скажем так волосы и не испортить поэтому как правило берется какое-то такое комфортное в зависимости опять-таки от вашей головы количество волос количество графтов это может быть там три тысячи графта всего если вам требуется да иногда это может быть 7000 графтов 9000 графтов что уже достаточно много но если ваша донорская зона позволяет и это разделено там на 2 на 3 операции на 2-3 этапа да то есть принципе это можно делать но вот стоит вопрос сколько вообще волос может быть вашей донорской зоне если рассматривать донорскую зону этот бака боковые ваши стороны и сзади это может быть на самом деле достаточно большое количество это может быть там от 9 до 20 тысяч а может быть даже и больше графтов которые по сути можно все это пересадить наверх и у вас здесь будет прям очень все плотно и вот такой именно вопрос вот поступил уже не раз поступал в нашем чате и сегодня постараюсь о нем рассказать свою позицию по этому вопросу смотрите допустим мы извлекаем абсолютно все волосы которые у нас есть донорской части и пересаживаем их наверх первый момент мы это не сможем сделать за одну процедуру я даже не уверен сможем летом и сделать за две или даже за три процедуры дело в том что доктора профессиональные доктора они говорят что когда извлекаются наши волосы фолликулы графты на этом месте там все равно есть маленькие волосики но это зависит от вашего возраста от метаболизма от внутренних процессов они могут уплотняться и по сути заменять те волосы визуально заменять те волосы которые у вас извлечены то есть те волосы которые у вас пересаживаются из донорской части вы не думайте что вы когда их пересадили наверх они тут заново отрастают нет пересаживается корень вот представьте вы там пересадили дерево вместе с корнем это не значит что на этом же деле на этом же месте вырастет дерево но она может вырасти то есть вот эти мелкие волосы которым скажем так появляется доступ к питанию маленькие волосики могут становиться полноценными волосами если мы пересаживаем волосы пускай даже за две или за три процедуры абсолютно все волосы по бокам и сзади наверх то у нас все равно есть шанс того что по бокам останутся какие-то мелкие волосины которые волоски которые будут все равно развиваться не в угоду нашей общей картине да то есть где-то не будет пробиваться больше где-то вообще волос по идее как будто бы не будет я боюсь что может быть картинка конечно очень странно когда у вас здесь очень плотно ну хорошо сейчас очень много не модные прически андеркад когда вот прям здесь очень все плотно здесь все равно сбривает некоторые говорят ребята ну блин я же здесь все равно сбриваю по сути всю свою жизнь я тоже вот эти волосы никогда не любил когда я был даже ребенком я их просто мне так мне нравится когда здесь вот очень коротко здесь волосы нравится езда и мне казалось что блин зачем эти волосы вообще и вот один из наших ребят и задал собственно такой вопрос а давайте мы все эти волосы точнее что если все эти волосы пересадить сюда но я боюсь что во первых это разделе растянется надолго и как будет тоже выглядеть вот в этот период когда мы часть какую-то пересадим волосы да то есть будет она здесь постепенно редеть с первой операции потом со второй операции будет редеть принципе мы со второй операции уже то есть 1 2 это будет естественно выглядеть но к чем меньше и будет здесь оставаться чем будет тем больше будут заметны и вот эти вот какие-то редкие редко встречающиеся волоски и опять таки я не знаю например как они себя будут вести как они будут развиваться в том плане что какие-то волоски будет совсем незаметные белые светлые прозрачные какие-то будут темнеть их постоянно нужно будет подбревать может быть это на самом деле не прям не проблема то есть если вы к этому готовы то есть вот полностью наголо здесь брить волосы пока их вообще до самого конца не пересадят может быть это вариант еще один момент который меня тоже от немного смущает это микротравмы вы же понимаете что когда извлекается волосы из донорской части вот этим вот специальным механизмом даже вручную если это делать это будет намного дороже тогда это будет конечно более щадящий на вид но остаются микротравмы и как они будут выглядеть то есть скажем так вот сейчас они не очень заметны потому что даже мелкие вот эти от волосики в донорской зоне откуда их пересадили она как-то так вот сливается то есть видно что голова неравномерно точнее не то что не равномерно поверхность она неравномерная за счет того что все-таки волосы есть но когда волос не будет и по идее наш глаз хочет видеть то есть если волос нет тогда должно быть все гладенько да вот как здесь здесь будут какие-то как микро такие не могу называть их шерамики но по сути это микро шерамики да и как это будет выглядеть тоже вопрос на самом деле может быть это наоборот будет создавать какой-то рисунок то есть как будто бы это такая естественная то есть кожа знаете такая ребристая кожа и может быть это наоборот будет все хорошо выглядеть, но как бы интересно. Какие у вас вообще мысли на этот счет? Поделитесь в комментариях. Может быть, кто-то уже так и делал. Если кто-то так делал, это будет прям золотой такой комментарий, золотой опыт, о котором я обязательно расскажу, и мы даже снимем, может быть, интервью, если получится, и расскажем об этом. Ну, на данный момент я такого не встречал, чтобы кто-то такое себе делал. Но вопрос на самом деле интересный, потому что вот даже по себе, как я и говорю, мне никогда не хотелось особо, чтобы здесь были волосы, мне нужно, чтобы они были здесь. Но как будет выглядеть здесь, это, конечно, уже вопрос интересный. Вот такие вот рассуждения на тему, а что если пересадить все волосы с донорской части наверх. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте в комментариях делиться своими мнениями, впечатлениями, и что вы вообще об этом думаете, хотели бы вы рассмотреть для себя такой вариант. И как вы считаете, будет это хорошо выглядеть или нет? И стоит ли вообще заморочиться настолько, чтобы реально пересадить абсолютно все волосы с донорской части наверх? Ну и главное, чтобы колосилось. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok